Кремлевская дворина Кремлевская дворина Кремлевская дворина чтобы они к вам не пришли сюда. Что у нас там творится? Нищета. За этими пайками стоят на морозе сутками и они хотят сейчас еще в Мариуполь это принести. Куда наши дальше пенсионеры поедут? Куда? А Хатлубей говорит такими обтекаемыми фразами, чтобы не дай бог, если вдруг придут такое впечатление, чтобы им не взяли за одно место. Что творится в Донецке? Там пенсионеры с голоду помирают. Он должен выйти и открыто людям рассказать, кто бомбил Восточный. А он все время какими-то обтекаемыми фразами, как вроде он сюда придут и для того, чтобы его там с ними ничего не сделали. Он боится за собственную шкуру. Считать террористическую атаку на Мариуполь военным преступлением. Добиваться данной классификацией событий 24 января 2015 года в национальных и международных судах. Я хочу признать так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Российскую Федерацию агрессоров и спонсоров терроризма. Кто за это решение? Прошу голосовать. Есть предложение. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Один. Я являюсь депутатом Мариупольского городского совета с 2006 года. Более 8 лет я добросовестно исполнял свои обязанности. Давайте выслушаем. Сначала председателя депутатской комиссии, потом секретаря городского совета. Принцип моей работы и принцип моей жизни. Будь человеком, служи людям, соблюдай закон. Служи Путину! Позор! Я прошу внимания. Никто и никогда не упрекал меня в своей работе, пока в отношения не вмешивалась такая грязь, как политика. Вчера вечером, после брифинга, ко мне подошел незнакомый мне человек. И в урожайшей форме потребовал, чтобы я написал заявление в отставке. В противном случае, я буду подвергнут мерам физического воздействия. Сам я буду арестован, а мое жилье будет обыскано. И при обыске у меня найдут то, за что я буду потом долго страдать. Я публично заявляю, что я не пью, не курю, не употребляю наркотики и другие психотропные вещества. У меня нет намерений заканчивать жизнь самоубийством. В моем доме нет ничего противозаконного. Ни оружия, кроме зарегистрированного. Ни боеприпасов, ни наркотиков, ни антиукраинской литературы. Я готов немедленно, прямо сейчас, предоставить свой дом для осмотра работникам правоохранительных органов. Я люблю Украину. Я всегда отстаиваю видео целостное. Я искренне ненавижу врагов Украины. Как внешним, так и внутренним. Под какими бы политическими флагами и знаменами они не находились. Заявление об отставке под угрозами писать не буду. Меня на этот пост избрали жители города Мариуполя и депутаты городского совета. Им, именно только им, принимать решение. Никуда из города бежать и прятаться я не собираюсь. Я остаюсь в Мариуполе и с мариупольцами. Продолжение следует...